Давайте поговорим про понятие дифференциального уравнения. Да, надо сразу сказать, что вообще теория дифференциальных уравнений состоит из двух таких больших отдельных частей. Есть то, что называется обыкновенные дифференциальные уравнения, и есть то, что называется уравнение в частных производных. дифференциальных уравнений у частных производных. Но вот мы будем касаться только обыкновенных дифференциальных уравнений. Ну, так оно всегда бывает, уравнений у частных производных — это некоторая более сложная тема, и это, в общем, тема для отдельного курса. Поэтому все, что называется дифференциальным уравнением у нас, это обыкновенные дифференциальные уравнения. Вообще дифференциальные уравнения появляются тогда, когда у вас есть какие-то знания, связанные с тем, Как какой-то процесс, который развивается в течение времени, у вас что-то меняется в течение времени, и вы что-то знаете про какие-то скорости или какие-то ускорения, или еще про что-то в этом роде. Давайте я приведу какие-нибудь примеры. Давайте я начну с каких-нибудь простых примеров. Давайте я начну с мальтузианского роста, значит, рост популяции. Это такая очень простая демографическая модель. Она говорит следующее. Пусть у вас есть какое-то количество рыб в пруду, или бактерий в чашке Петре, или еще что-нибудь в этом роде. Сейчас, наверное, веселее всего моделировать распространение какого-нибудь вируса. Ну, в общем, неважно. Давайте думать про рыб в пруду как-то приятнее. Значит, вот у вас есть какой-то пруд, он очень большой, и в нем есть какое-то количество рыб. И про этих рыб вы знаете то, что с течением времени у вас какая-то часть этой популяции, какая-то часть этих рыб воспроизводится, то есть появляется какое-то потомство. Ну, и понятно, что поскольку у вас, грубо говоря, в единицу времени, вероятность того, что у конкретной рыбы появится потомство, ну, примерно постоянно, ну, там, можно считать, что мы просто рассматриваем какие-то интервалы времени достаточно длинные, чтобы там рыбы успели вырасти, стать взрослыми и, опять же, иметь возможность давать потомство. Вот, в общем, короче говоря, более-менее понятно, что чем больше размер популяции, тем больше потомства будут производиться в единицу времени. Если у вас совсем мало рыб, то они будут не очень большое количество потомства производить. Если у вас их много, то в целом количество потомства, которое будет производиться в единицу времени, оно будет большим. Поэтому достаточно логично написать такой закон, такую зависимость, что скорость роста пропорциональна размеру популяции. Ну, или, чтобы переформулировать это математически, давайте запишем какую-нибудь функцию, которая будет показывать нам размер популяции в данный момент времени. Значит, пусть у нас есть функция x от t. Это размер популяции в момент времени t. Тогда, что такое скорость роста? Да, это просто производная от x. x – это функция, значит, у него можно посчитать производную. Значит, давайте я напишу так. Давайте я напишу dx по dt. t, значит, производная в точке t, производная x по времени равняется… Значит, если я хочу сказать, что она пропорциональна размеру популяции, то это означает, что есть какой-то коэффициент пропорциональности. Давайте я как-нибудь обозначу, допустим, k умножить на x от t. Значит, соответствующий закон, получается, записывается в таком виде. Смотрите, в этой науке принято производную по времени обозначать не штрихом, как мы привыкли обозначать производную, а точкой сверху. Значит, производная по t часто обозначается просто x с точкой от t вместо штриха. Ну, как-то так повелось. Во всяких задачах механики, откуда все это возникло, почему-то вот такая традиция. Вот, и мы тоже будем исследовать производную по времени точкой, а производная по другим переменным уже штрихами. И еще, как правило, в таких ситуациях вместо того, чтобы писать каждый раз, что у нас что-то зависит от времени, просто эту зависимость опускают. Поэтому короткий способ записывать то уравнение, которое я сейчас написал, выглядит так. x с точкой равняется kx. И вот типичный пример такого дифференциального уравнения. Значит, смотрите, что является как бы неизвестной величиной в этом дифференциальном уравнении. Неизвестной величиной является функция, функция x от t. Дифференциальное уравнение – это некоторое уравнение на функцию. И это уравнение, в котором участвуют, понятно, если чтобы оно было дифференциальным, там должна как-то участвовать какая-то производная. В данном случае у нас участвует производная x с точкой, производная x по времени. Следственный пример дифференциального уравнения. У вас, в принципе, не должно пугать тот факт, что у нас возникло уравнение, в котором неизвестным объектом является функция. Это был долгий путь. Сначала у нас неизвестными объектами были какие-то числовые переменные, потом на линейной алгебре обсуждали, что бывают уравнения относительно векторов. Но вот сейчас уравнение относительно функций. Уравнение может быть относительно более-менее любого математического объекта. Я пока написал такое уравнение. Мы его пока не будем решать. Чуть попозже обсудим, как уравнения такого вида решаются. Но просто я хочу, чтобы было понятно, что такое дифференциальный уравнение. Давайте я еще какой-нибудь пример приведу. Еще один пример. Давайте я приведу такой пример. Есть такая модель Solo. Я сейчас буду вспоминать, что это такое. А вы мне напоминайте. Значит, модель Solo у нас есть какая-то величина, которая называется капиталовооруженности экономики, количество капитала на человека, на единицу населения. Вы проходили модель Solo где-нибудь? Да. Тогда подсказывайте. Значит, K от T капиталовооруженности экономики в момент времени T. Что такое капиталовооруженность? Это K большое разделить на N большое. А что такое K большое и N большое? Общий запас капитала, общий запас труда. А, запас труда, я понял. Значит, капиталовооруженность экономики в момент времени T. А у вас модель Solo была с дискретным временем или с непрерывным временем? Там была зависимость типа K от T плюс 1 равняется что-то там от K от T или дифференциальное уравнение? Вроде бы дискретное. Дискретное. Ага, ну вот смотрите, ее можно записывать в дискретном виде и в непрерывном виде. Ну, получается, в принципе, два разных уравнения, на самом деле, две разных системы. Но свойства у них будут довольно похожи. Хотя так не всегда бывает. Вот. Значит, что мы говорим? Мы говорим, что у нас это самая капиталовооруженность. Значит, ее скорость роста. От чего там она зависит? Значит, у вас есть какой-то ваш капитал. Значит, вы его подставляете куда-то в функцию производства. У вас есть F функция производства. В него вы подставляете капитал в момент времени T. И что нужно сделать еще со всем этим? На S домножить. Домножить на S. И еще что-то нужно сделать. Там добавляется же минус дельта плюс N умножить на K-штрих по T. Дельта. Непонятно, почему на K-штрих по T. Сейчас. Мне кажется, что история такая. Значит, у нас есть капитал. У нас есть какое-то количество, грубо говоря, я не знаю, станков. Значит, мы этот самый капитал подставляем в функцию производства и получаем, грубо говоря, то, что мы произвели. Но там тоже в пересчете на единицу чего-нибудь. И дальше умножаем на S. Это наша норма сбережения. А еще у нас есть амортизация этого самого капитала. Просто эти самые наши станки время от времени выходят из строя. Поэтому мне кажется, что здесь нужно просто вот так написать. Где дельта – это, так сказать, норма выбытия. Какая доля станков выходит из строя в единицу времени? Похоже на правду? Амортизация. Амортизация. Похоже такое уравнение на правду? Сейчас проверю. У меня записано. Да, вроде так оно и есть. SF от K минус дельта K. Знакомо или похоже уравнение в дискретном случае? Здесь просто написано похожая история, но просто в случае, когда у нас время течет непрерывно. В общем, вопрос о том, как течет время, непрерывно или дискретно, он такой немножко философский. Но в некоторых ситуациях проще рассматривать дискретное время. Например, когда вы понимаете, что у вас… Вы рассматриваете, допустим, год от года, как ситуация меняется. Но понятно, что у вас внутри года есть какие-то свои циклические процессы, и вас может интересовать просто ситуация, как следующий год зависит от предыдущего. И такие штуки, естественно, моделировать просто дискретными системами, когда у вас просто значение в следующий момент времени является функцией значения в предыдущий момент времени. Это называется динамическая система дискретным временем. Но оказывается, что такие системы в некотором смысле даже более сложны, чем дифференциальные уравнения, которые мы сейчас будем обсуждать. В них, в частности, легко могут возникать какие-нибудь хаотические эффекты, которые в дифференциальных уравнениях возникают только в большей размерности. Ну, в общем, короче говоря, мы сейчас будем обсуждать именно ситуацию, когда у нас время течет непрерывно, и все наши законы заданы не в виде, что состояние в следующем моменте времени зависит от состояния в предыдущем моменте времени, а именно в терминах скоростей, скоростей изменений. Значит, вот модель Solo. Ну, давайте еще один пример приведу. Ну, он такой более носит, скорее, физический характер. Механический пример. Давайте посмотрим, например, на падающий груз. Представьте себе, что у меня есть такая простая история. У меня есть просто вертикальная ось. У меня есть какой-то грузик, который может двигаться вверх или вниз. И на этот грузик действует сила тяжести. Кто помнит из физики, чему равна сила тяжести? М на G. Да. Значит, если у грузика масса M, сила тяжести, которая на него действует, это просто Mg, направлена она вниз. Ну, давайте считать, что у меня вертикальная ось – это Y. И больше ничего. Больше ничего не происходит. Значит, что тогда можно сказать? Ну, тогда можно записать второй закон Ньютона. Значит, второй закон. Он говорит, что F равняется M, A. То есть сила, действующая на тело, равняется массе умножить на ускорение. Сила у нас здесь есть единственная – это вот эта самая наша Mg. И поскольку сила направлена вниз, то давайте я буду записывать, что она минус Mg на самом деле. Значит, минус Mg равняется M, A. И давайте посмотрим, кто такое вот эта A. Значит, это ускорение. Поскольку я ввел вертикальную координату Y, давайте записывать положение нашего тела в момент времени T через Y от T. Значит, это высота тела в момент времени T. Значит, как тогда будет… Что тогда такое ускорение? Что такое ускорение? Это вторая производная от перемещения. Ускорение – это скорость изменения скорости. То есть это просто вторая производная от, так сказать, от координаты, от положения. Поэтому A – это штука, которая тоже зависит от T. И это просто Y с двумя точками от T. Вторая производная по времени. Значит, таким образом мы получаем, что наш второй закон Ньютона превращается в такое дифференциальное уравнение. Значит, минус Mg равняется M на Y с двумя точками. Ну и на самом деле массу можно сократить. И остается просто Y с двумя точками равняется минус G. Что такое уравнение? Заметьте, что в этом уравнении фигурирует вторая производная. Такое тоже бывает. В дифференциальном уравнении может фигурировать производная, не обязательно первая. Значит, вот такое уравнение называется дифференциальным уравнением второго порядка. Второго порядка – это как раз означает, что вторая производная фигурирует. Два предыдущих уравнения, которые у нас были, это уравнение первого порядка. Здесь только первая производная фигурирует. Вот. Ну, в общем, вот какие-то примеры каких-то процессов. Как видите, разные, совершенно разные природы. Демографические процессы, экономические процессы, механические процессы. Но они все, так оказывается почему-то, что наши знания об этих процессах описываются в виде вот таких соотношений между какими-то скоростями изменения чего-то и текущим состоянием системы. И поэтому эти знания, они как бы хорошо выражаются в виде дифференциальных уравнений и делают дифференциальные уравнения естественным объектом для исследований, естественным инструментом для того, чтобы исследовать какие-то реальные процессы. Вот. Окей. Есть ли вопросы по этой части? Пока что я никаких формальных определений не давал, сейчас дам. Но понятны ли эти примеры, которые у нас есть? Примеры понятны, да. Отлично. Так, ну хорошо. Давайте поговорим про все-таки какие-то определения. Значит, я дам определение. Сейчас мы будем обсуждать дифференциальные, обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка в размерности 1. Обыкновенные. Дифференциальные уравнения первого порядка в размерности 1. Значит, вот этому объекту я уже дам аккуратное определение. Значит, смотрите, что это такое. Это такая штука. Значит, это уравнение такого вида. x с точкой равняется f от t, x. Значит, здесь x – это некоторая функция. x от t, давайте считать, что это просто числовая функция. x от t принадлежит r. Это как раз вот то, что здесь написано в размерности 1. Это означает, что x от t принадлежит именно r, а не r в какой-то другой степени. То есть, у нас значения функции просто числовые. Значит, область определения x мы будем считать, что область определения x, область определения функции x – это некоторый промежуток. может быть, конечный, может быть, бесконечный. То есть, отрезок, интервал, луч, вся прямая. Это означает, что, например, область определения не может быть какой-нибудь вот такой. Объединение двух не пересекающихся интервалов не может быть областью определения решения дифференциального уравнения. Ну, как бы мы здесь считаем, что у нас что такое дифференциальное уравнение? Это вот какая-то штука, которая моделирует этот процесс, происходящий с течением времени. И область определения – это тот промежуток времени, на котором у нас этот процесс определен и действует. У нас не может такого быть, что у нас процесс как бы существует, 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 потом вдруг на какое-то время перестал существовать, а потом вдруг снова существует, существует, существует. Вот такое запрещено. Я хочу, чтобы область определения были бы честные промежутки такие, связанные множеством. Вот. Ну, по крайней мере, в этой науке. Дальше. Значит, это само по себе дифференциальное уравнение. Соответственно, f – это какое-то отображение. Ну, давайте я сейчас буду считать, что, грубо говоря, f – это отображение из r на r в r. То есть просто функции двух переменных, двух вещественных переменных. Ну, понятно, что если у меня область определения, в принципе, может такое быть, что область определения уравнения – это там здесь не все r, а какой-то его кусочек. Допустим, или вот здесь вот не все r, иксы могут принимать непроизвольные вещественные значения, например, только положительные. Если мы говорим там про количество рыб в пруду, понятно, что оно не может быть отрицательным. Ну, в общем, в самом общем случае, f – это отображение вот такое. Давайте я явно скажу, что вот эта штука содержит t, а вот эта штука содержит x. Значит, t у нас во всех ситуациях будет вещественным. Есть наука, которая называется дифференциальное уровение с комплексным временем, но мы совершенно не будем ее касаться. Это отдельная история. Вот. Значит, надо чего-нибудь еще потребовать. Ну, давайте я потребую от f как минимум непрерывности, но, на самом деле, про требования на f мы поговорим чуть-чуть позже, когда будем обсуждать существование единственных решений дифференциального уровнения. Значит, давайте я скажу, что функция fiat t называется решением этого уровнения. Давайте я как-нибудь его обозначу. Это, допустим, уравнение 1. Значит, называется решением уравнения 1. Если для всех t из области определения этой функции верно следующее. Ну, понятно, что верно. Если подставить эту функцию в наше уравнение, то получается верное равенство. Значит, должно быть φ с точкой от t равняется f от t. Значит, и в правую часть мне тоже нужно вместо x подставить φ от t. Получается вот такая штука. Естественно, поскольку я здесь пишу производную, то, естественно, подразумевается, что функция φ должна быть дифференцируема на все области определения. Иначе просто невозможно вот это равенство написать. Вот. То есть вот формальное определение. Ну и давайте еще рассмотрим каких-нибудь примеров, теперь уже не таких не практических, а чисто математических. Придумайте самое простое дифференциальное уравнение, какое бывает. x штрих равно x. x точка, прошу прощения. Да, x точка равно x. Это очень хорошее уравнение. Собственно говоря, это частный случай того уравнения, которое мы обсуждали чуть выше. Вот это частный случай мультезианского роста населения, мультезианского роста популяции. Он называется мультезианским в честь Мальтуза, про которого вы наверняка слышали, может быть, в другом контексте. Ну, в общем, короче говоря, это действительно частный случай этого самого мультезианского роста. Это важное уравнение. Ну, окей, давайте, раз вы его назвали, я не согласен с тем, что это самое простое уравнение. Но давайте, раз вы его назвали, придумайте какое-нибудь решение этого уравнения. Про какие функции вы знаете, что от того, что вы их продифференцируете, получится то же самое, что и было. Е в степени t. Е в степени t, да. Значит, одно из решений, x от t равняется e в степени t. А еще какое-нибудь решение? Нулевое, константное, x равно нулю. Нулевое, да, тоже хорошее решение, мне нравится. А еще какое-нибудь? x равно, там, конец c умножить на e в степени t. Да. На самом деле, общее решение как раз так и выглядит. c, e в степени t. Можно доказать, что других решений нет. Но это мы чуть-чуть попозже обсудим, когда будем обсуждать теоремы существования единственности. Но действительно, общее решение такого уравнения записывается именно вот так. Видно, что каким бы ни было c, если я подставлю эту штуку в это уравнение, ну, что получается? c выносится просто за скобку при дифференцировании. Значит, я дифференцирую вот такую штуку. Это c умножить на e в степени t дифференцирования. И это есть просто c на e в степени t. То есть, действительно, x-точка равняется x. Так что видно, что какая бы константа ни была, такая функция действительно удовлетворяет нашему уравнению. Ну и, кстати, вот это частный случай такого же самого решения. Нулевое решение – это частный случай решения c, e в степени t, просто при c, равном нулю. На самом деле, это очень показательный пример. Вообще, в некотором смысле, это самое важное уравнение во всем курсе, и это самое важное решение этого уравнения, потому что оно будет встречаться во всяких разных ситуациях. Это пример линейного уравнения, и у нас линейные уравнения будут преследовать на протяжении всего курса. Иногда я попадаю в неловкую ситуацию, когда где-нибудь под конец курса я пишу это уравнение, и спрашиваю, ну хорошо, ну а какие у этого уравнения решения? И все молчат. И тут я начинаю чувствовать себя немножко странно, потому что примерно на протяжении всего курса мы ровно это уравнение обсуждаем. Ну, не только его, конечно. Ну, хорошо. Смотрите, здесь довольно типичная ситуация, что решением дифференциального уравнения будет не одна какая-то функция, а семейство функций. У нас всегда так будет, у нас никогда не будет такого, что решение всего дифференциального уравнения – это вот просто одна какая-то функция, всегда будет семейство. Ну, так это наука устроена. Сейчас чуть-чуть попозже будет понятно, почему она так устроена. Ну, вот, ну просто к этому нужно привыкнуть. Ну, хорошо, давайте какое-нибудь все-таки еще попроще о дифференциальном уравнении, проще, чем x точка равняется x. Ну, можно, наверное, просто сказать, что x точка равняется константе. Да, хорошо. Хотя тоже не самое простое. Но да, x точка равняется... Да, самое простое – это x точка равняется нулю. Значит, давайте я скажу, что это пример 1, это пример 2. x точка равняется нулю. Какие есть решения у такого уравнения? Просто константа. Всевозможные константы. x равняется c. Опять же, видите, даже у такого простого уравнения решений бесконечно много. В зависимости от константы решения бывают разные. Ну и давайте действительно x точка равняется какой-то константе сделаем. Как-нибудь x точка равняется a. Значит, какие решения будут в этом случае? Не, я не хочу. Давайте не a, а давайте v. Потому что a – это ускорение. Значит, тогда тоже просто решается, но x точка равняется v. Это означает, что вы двигаетесь с постоянной скоростью. То есть если у вас v – константа. Движение с постоянной скоростью – это просто vt плюс c. Вот, смотрите. Значит, на самом деле, как видно, что во всех ситуациях у нас возникает вот этот самый свободный параметр, константа, и возникает семейство решений. Но вот если вы хотите выделить какое-то одно конкретное решение дифференциального уравнения, то вам нужно наложить какое-то дополнительное требование. В принципе, понятно, почему у нас возникает такое вот семейство. Давайте, например, вернемся к истории про рост популяции. Значит, если вы знаете, что у вас есть вот этот самый закон, ну, давайте считать, что он ровно вот такой, что вы как-то эмпирически установили, что тот процент пропорциональности, который там есть в исходной нашей модели, что он просто равен единице. Вот. Можете ли вы, просто глядя на это уравнение, сказать, какой размер популяции будет через 10 лет? Значит, вот просто зная, что рост популяции подчиняется такому закону. Достаточно ли вам информации, чтобы сказать, какой будет размер популяции через 10 лет? Ну, нет, мы не знаем константу. Да, мы не знаем эту константу, но чисто даже если бы мы ничего не знали про вот это решение, все равно более-менее понятно, что если мы знаем только про то, с какой скоростью популяция растет, для того, чтобы понять, чему она будет равна, чем будет равен размер популяции через 10 лет, вам нужно знать еще, например, то, какая популяция сейчас. Вот вы можете понять, если вы знаете, как была популяция сейчас, зная, как она будет дальше расти, вы, в принципе, можете понять, какой будет размер популяции через 10 лет. Соответственно, как правило, рассматривают, когда нас интересует какое-то конкретное решение, как правило, рассматриваются, которые называются задачи каши или задачи с начальными условиями. Значит, задача каши или по-английски она называется просто initial value problem, задача с начальными условиями. Это означает следующее, что у вас есть дифференциальное уравнение, типа x точка равняется f от t x. И еще есть дополнительные начальные условия, то есть какое-то условие вида x от t0 равняется x0. То есть у вас задано t0 и задано x0. И сказано, что в момент времени t0 состояние системы, то есть значение x равнялось какому-то конкретному значению. И после этого можно уже выделить конкретное решение для вашего дифференциального уравнения. Но опять же, допустим, возвращаясь к примеру, с уравнением x точка равняется x. Допустим, у меня есть уравнение x точка равняется x, и есть начальное условие, скажем, x в момент времени 0 равняется скажем 3. Что вы можете сказать при решении такого уравнения? Такой задачи корши. Вот эта штука называется начальным условием. У нас будет c равна 3. Да, можно просто подставить, у нас есть вот это общее решение, и можно просто подставить в него начальное условие и посмотреть, что получается. Значит, у нас должно быть c на e в степени 0 должно равняться 3. Из чего следует, что c равняется 3. То есть наше решение x от t равняется 3 e в степени t. И теперь уже решение единственное. У нас же не семейство решения, а просто одна конкретная функция. Хорошо. Давайте еще одну штуку скажу. Смотрите, есть еще один на самом деле класс дифференциальных уравнений, которые можно легко решать. Вот такие уравнения. x точка равняется f от t. Значит, у нас общий вид дифференциального уравнения x точка равняется f от t x. То есть у нас в правую часть уравнения можно подставлять x. Но вот если не разрешить в правую часть подставлять x, то получается вот такое уравнение. И расскажите, как оно решается. Интегрированием обоих частей. Да, значит, решением просто является неопределенный интеграл f от t dt. Или давайте, окей, давайте более точно скажем. Значит, пусть у нас есть какое-нибудь такое уравнение и какое-нибудь начальное условие. Скажем, x с точкой равняется f от t. И x в точке t0 равняется x0. Значит, как тогда записать решение такого уравнения? Ну, сначала мы должны взять неопределенный интеграл от левой части, получить x от c. Дальше подставить t0 в этот x. Ну, точнее, подставить этот x в правое уравнение и получить c. И дальше мы получаем уже итоговое выражение. Да, я предлагаю записать решение в виде определенного интеграла с переменным верхним пределом. То есть я предлагаю записать, я предлагаю сказать, что у нас x от t, это и есть какая-то такая штука, интеграл. Здесь вот что-то нужно написать, здесь нужно написать t. Здесь будет, ну, давайте я буду использовать какую-то другую букву, f от tau, d tau. Ну, и, может быть, еще что-то добавить. У нас обычно к неправильному интегралу добавляется константа, но вот можем еще что-то добавить. Вот осталось заполнить два пропуска. x0. Значит, ну, этих нужно заполнять согласованным образом, они друг от друга, на самом деле, зависят. Как? t0, dt, и там x0. Да. Значит, вот у нас здесь есть t0, а здесь будет x0. Значит, давайте внимательно посмотрим на эту запись, и будет видно, что она действительно задает нам ровно то, что мы хотим. Значит, давайте посмотрим. x в момент времени t0 равняется чему? Равняется интегралу от t0 до t0. f от tau, d tau, это просто 0. И плюс x0. То есть действительно получается, что наше начальное условие выполняется. Ну, а с другой стороны, понятно, что добавление константы ничего не меняет, а вот эта штука при дифференцировании по верхнему пределу дает нам как раз подинтегральную функцию. И мы как раз получаем, что x с точкой от t равняется f от t. Формула Ньютон-Лейбнется, все дела. Значит, это, на самом деле, очень важный класс дифференциальных уравнений, потому что это, в неком смысле, единственное дифференциальное уравнение, которое решается. Значит, на самом деле, тут немножко парадоксальная ситуация. На семинарах мы будем заниматься в основном тем, что решать дифференциальные уравнения. Но при этом я сразу должен сказать, что подавляющее большинство дифференциальных уравнений не решаются, не имеют никаких точных решений. И это в какой-то мере такая странная ситуация. Но, с другой стороны, она не то, что была бы сильно странной. Например, мы всю школу учимся решать квадратные уравнения. И кто-то, может быть, умеет решать кубические уравнения. И теоретически можно даже уметь решать уравнения четвертой степени, хотя там безумная формула. Но вот уравнения пятой степени уже не решаются в общем виде. Нет никакого... Даже не то, что универсального способа решать обычное уравнение, вот обычное алгебрическое уравнение пятой степени. Нет даже никакой гарантированной для большинства таких уравнений. Нет формулы, которые бы описывали решение. Если кто-то из вас ходил на курс Екатерина Америка в прошлом году, те знают, откуда это берется. Вот. Но так что тот факт, что подавляющее большинство уравнений не решается, в общем, не должен нас сильно пугать. Тем не менее, несмотря на то, что они не решаются, мы построим некоторые инструменты, которые позволяют для тех уравнений, которые решаются, их решить. По крайней мере, некоторые из них какие-то простые классы. Ну а для тех, которые не решаются, по крайней мере, мы можем придумать какие-то инструменты исследования. Ну а в общем, вот это уравнение, x-точка равняется f от t, это редкий пример дифференциальных уравнений, которые таки решаются. И мы будем сводить разные другие уравнения именно к этому типу. Вот. Так, есть ли вопросы на текущий момент? Давайте построим несколько картинок и поговорим про некоторые геометрические построения, геометрические объекты. Значит, смотрите, пусть у меня есть какое-то дифференциальное уравнение. Ну, допустим, x-точка равняется f от t, и давайте я построю такую картинку. Значит, вот у меня есть просто декартовые координаты по горизонтали t, по вертикали x. И давайте я скажу вот что. Я возьму какую-нибудь точку на этой плоскости, какую-то конкретную точку. Ну, пусть это t0, x0. И скажу, что меня интересует решение, которое имеет эту точку в начальном условии. И я построю график этого решения. Значит, вот как-то он будет здесь себя вести. Значит, давайте считать, что вот эта вот штука – это график решения. То есть это зависимость x равняется φ от t, где φ от t – это решение нашего уравнения. Значит, φ от t – решение. Давайте считать, что с начальным условием φ в точке t0 равняется x0. Вопрос. Что вы можете сказать про касательную к этому самому графику в точке t0, x0? Вот как, что можете сказать про касательную вот здесь? Значит, это касательная к графику решения. Ну, это и будет f. Да, но f – это функция, так что еще нужно в правильной точке посчитать. Значит, ну, сейчас, во-первых, сам по себе касательная – это просто прямая линия. Но мы знаем, что эта прямая линия, она задается уравнением… Ну, в данном случае она будет задаваться уравнением. x равняется kt плюс какая-то константа. Давайте плюс b. Значит, и k – угловой коэффициент. Меня сейчас именно он будет интересовать, именно угловой коэффициент, потому что, ну, в принципе, если я знаю, через какую точку проходит прямая, я знаю, что она проходит через точку t0, x0, то для того, чтобы задать конкретную прямую, мне достаточно задать ее угловой коэффициент. Вот это b определяется однозначно из условий, что наша прямая проходит через эту точку. Вопрос. Как найти этот угловой коэффициент? Угловой коэффициент касательно его, значит, к графику решения вот в этой точке, в точке t0, x0. Угловой коэффициенты будет f. f – это функция. В какой точке нужно ее посчитать? В t0, x0. f в точке t0, x0. Да, совершенно верно. Почему так? Ну, потому что угловой коэффициент касательный – это производная от нашей функции. то есть это f с точкой в момент времени t0. И мы знаем, что это самое f с точкой равняется f, в которую подставили t0, и φ от t0, но φ от t0 по условию равняется x0. Поэтому вот такое условие должно выполняться. Собственно говоря, что нам говорит дифференциальное уравнение? Оно нам говорит, что в этот момент времени и вот в этой точке пространства, вот здесь, у нас скорость роста описывается вот этим уравнением, вот этой функцией по правой части. Это и означает, значит, скорость роста, это и означает, что вот здесь мы знаем угловой коэффициент вот этой самой касательной. Как? Понятна эта идея? Хорошо, теперь смотрите, давайте я сделаю такую штуку. Вот смотрите, у меня есть дифференциальное уравнение, и я возьму и сделаю такую вещь. Я могу теперь брать всевозможные точки и через каждую из этих точек проводить свою прямую, которая является касательной к графику решения, проходящему через эту точку. Вот я выбираю точку и могу через эту точку провести соответствующую прямую. Выбрал еще какую-нибудь точку, через эту точку провел прямую. И так я могу сделать со всеми точками. Я рисую не всю прямую длину, я рисую какой-то маленький кусочек просто для того, чтобы, на самом деле, меня интересует не сама эта прямая, меня интересует просто направление, которое она задает. Вот, они там могут как-то пересекаться, но это совершенно нас не волнует. Нас как бы волнует то, что происходит в конкретной точке. Вот, и таким образом я могу задать некоторый объект, который называется полем направления или полем прямых. И теперь смотрите, пусть я задал такое поле прямых, вот пусть я в каждой точке нарисовал по соответствующей прямой. А потом я взял и нарисовал какой-то график решения. Что можете сказать про связь этого графика решения с этим полем прямых? Как они соотносятся друг с другом. Вот какое-то решение, а бы какое, на самом деле, неважно какое. Значит, может ли мое решение, например, проходить вот так? Может ли оно быть вот таким? Ну, так оно проявить не может, но эти все линии, они приближают решение. Да, на самом деле, условие такое. Мы же знаем, что у нас, если есть какое-то решение, которое проходит, например, через вот эту точку, то это означает, что производная этого решения в этой точке должна равняться просто угловому коэффициенту вот этой прямой. То есть вот эта прямая должна быть касательной к графику решения. Поэтому вот так, как я нарисовал, быть не может. Может быть только так, чтобы у меня все решения в каждой своей точке касались бы соответствующей прямой, которая проведена через эту точку. Вот у меня на каждой прямой отмечено, через какую точку она проведена. И, соответственно, когда я рисую график решения, он в каждой своей точке, вот я, допустим, беру вот эту точку, здесь у меня была проведена какая-то прямая, и она обязана коснуться моего решения. И так в каждой точке. Ну, тут, может быть, не очень просто себе представить вот это поле направления, поле прямых. Ну, вот нужно представить себе такую штуку, когда у вас есть в каждой точке, в каждой точке нарисована по такой маленькой прямой. Я не знаю. Вы когда-нибудь делали эксперимент с опилками и магнитом? Был что-нибудь такое на физике? Да, конечно, мне кажется, в каждой школе такой есть. Вот. И вот как раз это похожая история. Там насыпают опилки металлические, подносят магнит, и опилки выстраиваются, образуют такие как бы линии. И это на самом деле силовые линии магнитного поля. И суть в том, что здесь происходит примерно то же самое. Ну, на самом деле, конкретно этот эксперимент как раз описывается в терминах вот этих самых полей направлений. Вот. Давайте, чтобы было чуть более понятно, давайте, может быть, нарисуем какую-нибудь картиночку для известного нам уравнения. Вот, допустим, у нас уравнение x-точка равняется x. Давайте посмотрим, как выглядит поле направления для этого уравнения. Давайте возьмем какую-нибудь точку, вот, скажем, давайте возьмем точку 1-1. Значит, как проходит прямое поле направлений через точку 1-1. Для уравнения x-точка равняется x. Что это за прямая такая? С наклоном e? Нет, не e. Смотрите, можете забыть, можете забыть про решение. Главный пафос состоит в том, что для того, чтобы нарисовать поле направлений, вам ничего не нужно знать про решение. Вам нужно знать, как у вас устроена правая часть, вы это знаете. Больше вам ничего не нужно знать. Значит, вот я хочу, вот я хочу провести прямую через точку 1-1. Это означает, что я должен, что сделать? Я должен подставить точку 1-1 в правую часть. Что получается? Значит, у нас правая часть, в этом случае f от t x равняется x. Не зависит от времени. Я подставляю туда точку 1-1. Что получается? Ну, 1. 1, да. Получается прямая с угловым коэффициентом 1. Вот такая вот штука. Ну, давайте возьмем точку повыше, допустим, точку 1-2. Вот тут вот. Какой здесь получается угловый коэффициент? 2. 2, логично. Значит, в 3 будет угловый коэффициент 3. Это вот такая вот штука. Ну, давайте в 0. Вот здесь вот какая будет угловый коэффициент? Горизонтальный. Да, здесь будет просто горизонталь. Кстати, вот если я продолжу, если я продолжу вот эти прямые, вот сюда вот, что будет с ними происходить, как вы думаете? Они все пересекаются в нуле? Да, они все будут пересекаться в нуле, а вот так вот они будут все вести. Ну, в общем, неудивительно, потому что, например, если у этой штуки угловый коэффициент 3, то это означает, что когда я сдвинусь влево на единицу, то я должен по вертикали сдвинуться на 3 позиции вниз и как раз окажусь в нуле. И то же самое для всех остальных. Вот, в общем, получается какая-то вот такая картиночка. Ну, хорошо. А теперь, если я возьму не точку 1 по горизонтали, а какую-нибудь другую точку, например, вот я возьму точку 2, что там будет происходить? Все то же самое вроде бы? Абсолютно все то же самое, потому что у нас уравнение вообще не зависит от t. правая часть уравнения, она явно от t не зависит. Значит, означает, что если я поставляю точку вот такую, где x равен 2, а t равняется 2, это то же самое, что поставить точку вот такую. Поэтому можно просто всю вот эту картинку, которую я сейчас нарисовал, просто так аккуратненько перенести параллельно. Будет вот такая штука. Не очень-то параллельно. Значит, и здесь то же самое будет. Значит, какие-то вот такие вот штуки. Ну и так далее. Отрицательный область тоже можно зайти, никто не мешает. Значит, как-то так все будет выглядеть. И смотрите теперь, если я буду рисовать решения, они будут вести себя. Ну вот видно, на самом деле, уже теперь, если посмотреть на этот график, на эту картинку повнимательнее, то видно, что если я буду пытаться провести решение, то есть провести, нарисовать график решения, который будет касаться вот этих вот моих линий, которые у меня здесь получаются, то он будет вести себя, ну вот как-то вот так вот. Он тоже в каждой своей точке должен касаться вот этих моих прямых из поленаправлений. Нет, так я, кстати, не очень юристично нарисовал. А, нет, нормально, кстати. Здесь он вот такой, тут где-то он должен достигнуть числа 3. В общем, как-то так он должен вести себя. Вот. И понятно, что мы можем провести разные такие кривые, мы можем просто стартовать в разные точки, вот провести вот такую, вот какую-то прямую, точнее кривую, провести какую-нибудь вот такую вот кривую. Если я стартую из нуля, то что получается? Как выглядит графика решения? Если у меня начальные условия 0. Ну, видно, что для того, чтобы… Да, у меня есть горизонтальная прямая, которая будет как раз касаться всех этих горизонтальных, значит, этих вот маленьких отрезочков, которые я здесь рисую из поленаправлений. И тоже будет решение. Ну, если я стартую снизу, то у меня получается какая-то вот такая вот штука. Вот. В общем, получается вот такие вот решения. Сейчас такое семейство решений. Как бы у меня… Все вот это вот мое пространство, оно называется расширенным фазовым пространством, оно разбивается на кривые, которые соответствуют решению. Да, здесь есть такая терминология. Смотрите. Значит, во-первых, вот эти вот штуки называются интегральными кривыми. Решение. График решений. Значит, график решения. Это интегральная кривая. И утверждение, которое у нас есть… Да, давайте я еще введу такую терминологию, что вот у нас есть вот это вот пространство, в котором мы сейчас рисуем картинки. Оно называется расширенным фазовым пространством. Значит, это пространство R на R, где первое R соответствует времени, а вторая R соответствует координате. Это расширенное фазовое пространство. Значит, оно расширенное, потому что просто фазовое пространство – это вот эта штука, это то, где меняется состояние системы. Вот просто точки фазового пространства – это точки, которые описывают состояние системы в фиксированном моменте времени. Когда мы домножаем это на ось времени, получается расширенное фазовое пространство. Вот интегральные кривые, они живут в расширенном фазовом пространстве. И утверждение, которое мы делаем, это то, что интегральные кривые в каждой своей точке касаются прямой, касаются прямых, проходящих через проведенных через соответствующую точку. В какой-то мере эта штука позволяет так чисто геометрически строить решение дифференциальных уравнений. Мы, может быть, на следующем занятии поговорим поподробнее про то, как это делать более аккуратно. Но вот тут более-менее понятно, что если вы построили вот такое поле направлений, то, в принципе, вы в какой-то мере понимаете, как у вас будут вести себя интегральные кривые. Понятно, что они будут, например, здесь расти, расти с ускорением. Но есть более аккуратные компьютерные методы, которые позволяют находить решение о произвольных дифференциальных уравнений численно. И с помощью них, на самом деле, можно решать конкретные дифференциальные уравнения. И сейчас этим люди активно занимаются, строят все какие-то математические модели на эту тему. Есть ли какие-нибудь вопросы на эту тему? Значит, вот по поводу того, что мы сейчас обсудили. Хорошо. Хорошо. Так, смотрите, если вопросов нет, то давайте я тогда расскажу еще одну историю, как раз то, о чем я сейчас начинал говорить. Давайте поговорим про метод Элера решения дифференциальных уравнений. Давайте представим себе, что у нас есть задача Каши, вот у нас есть уравнение х-точка равняется f от t х, и я хочу найти его решение с начальным условием х в точке t0 равняется х0. И я могу действовать таким образом. Смотрите, я знаю, что у меня в точке, вот у меня есть точка t0, а здесь есть точка х0. Я знаю, что вот в этой точке у меня была мгновенная скорость движения, задаваемая правой частью нашего уравнения. То есть я могу просто взять, построить здесь соответствующую касательную. Это будет касательно с угловым коэффициентом k равным f от t0 х0. Я знаю, что мое настоящее решение будет проходить как-то, оно будет касаться этой прямой, то есть проходить как-то близко к ней. Ну, я ее так нарисовал. Не совсем близко, но, по крайней мере, она будет касаться. Что это означает? Это означает, что если я хочу посмотреть, где я окажусь через какой-то небольшой промежуток времени, ну, давай читать, что у меня был t0, а я возьму и сдвинусь в точку t0 плюс дельта t, где дельта t – это какое-то конкретное число маленькое, тогда я могу сказать, что с какой-то погрешностью, я не знаю, где точно я буду находиться, то есть я не знаю вот эту точку, но я знаю, что если у меня этот промежуток времени маленький, то, скорее всего, скорость, правая часть, менялась не сильно, и, скорее всего, моя кривая будет достаточно хорошо приближаться вот к этой самой касательной. И поэтому вместо того, чтобы найти вот эту точку, которая меня на самом деле интересует, я возьму другую точку, а именно точку на касательную, вот эту точку. Давайте посмотрим, как ее найти. Значит, я хочу взять, я хочу обозначить в качестве x1 вот эту точку. Это как бы, если бы я двигался с постоянной скоростью на протяжении всего вот этого промежутка, если бы я двигался с постоянной скоростью, равной моей мгновенной скорости в момент времени t0, куда бы я попал? Нетрудно понять. Понять, значит, давайте так, x1 равняется чему? Значит, я был в точке x0, и дальше я из точки x0 сдвинулся, и далеко ли я ушел? x0 плюс k дельта t? Да, x0 плюс k дельта t, где k – это просто f от t0, x0. Совершенно верно. Значит, и эта будет точка, она будет не на самом графике, но где-то близко к графику. И чем меньше дельта t, тем ближе. Мы знаем, что вот это расстояние, оно уменьшается, причем оно уменьшается быстро по сравнению с дельтой t, просто из-за определения касательной. Поэтому, в принципе, можно ожидать, что вот эта моя приближенная точка x1 будет где-то не слишком далеко от настоящей точки. Ну, хорошо, что я дальше сделаю? Что можно сделать следующим шагом? Посчитать k в x1, но в новой точке. Да, давайте мы теперь через эту новую точку проведем новую касательную. И теперь эту самую новую касательную будем использовать для того, чтобы аппроксимировать наше решение. То есть, иными словами, мы говорили так, что, ну, хорошо, вот мы считали, что вот на этом промежутке времени мы двигались с постоянной скоростью, равной вот здесь. Но тут промежуток времени закончился, и пора бы все-таки посмотреть, а с какой же скоростью мы теперь-то двигаемся. В этот момент мы строим новую касательную, рассматриваем новую мгновенную скорость. И дальше берем, рассматриваем следующий промежуток времени. Значит, у нас будет t0, а теперь у нас будет t0 плюс 2 дельта t. И дальше мы, опять же, попадаем вот в эту точку, в соответствующую точку на касательную. Получается, что у нас x2 – это есть x1 плюс f от t. Что я должен дальше написать? Значит, мне теперь нужно подставить в f мою новую точку, в которую я попал. И эта точка, значит, t. Давайте я как-нибудь их буду обозначать. Вот эти t0 плюс дельта t, t0 плюс 2 дельта t. Давайте я их буду обозначать. Пусть вот эта штука называется t1, вот эта штука называется t2. Значит, тогда здесь можно будет написать, что x2 – это есть x1 плюс f от t1, запятая x1 умножить на дельту t. Давайте я скажу, что у меня есть tk, который есть t0, давайте не k, я k уже использовал, t и t, который равняется t0 плюс i умножить на дельту t. Итак, я могу дальше строить, значит, мои решения, точнее, приближенные решения. Таким образом, у меня в каждый следующий момент времени xj плюс 1 – это есть xj плюс f от t, xj умножить на дельту t и так далее. Вот, соответственно, получается такая ломаная на картинке. Ну, точнее, на картинке получается просто последовательность точек, но там ее логично, эти точки просто соединить отрезками прямых. И получается такая ломаная, которая, конечно, будет отклоняться от нашего графика. Мы на каждом… Как-то вот так будет выглядеть. Вот, мы на каждом… Каждый раз мы добавляем какую-то ошибку. Эта ошибка, на самом деле, накапливается. Она приводит к тому, что мы начинаем считать скорости не в тех точках, в которых должны были бы считать. Вот, поэтому, в общем, никто не обещает, что наш график будет точным, точно соответствовать настоящему графику решения. Но что мы знаем, это то, что когда мы будем уменьшать дельту t, у нас точечки будут приближаться к настоящему графику. То есть, если я зафиксировал какой-то конкретный промежуток времени, скажем, вот отсюда досюда, то у меня есть t0, а здесь есть t большое. Я могу гарантировать, и это, на самом деле, можно даже доказать аккуратно, я могу гарантировать, что, по крайней мере, при некоторых ограничениях на правую часть, там правую часть нужно потребовать, ну, как минимум, непрерывности. При некоторых ограничениях на правую часть можно гарантировать, что вот эта майломанная, которая будет построена по вот такому закону, будет приближаться на этом участке, будет приближаться к настоящему графику. Выбирая достаточно маленький шаг, выбирая достаточно маленькую Δt, я могу приближать мои решения, как угодно точно. Поэтому, в принципе, если у меня есть мощный компьютер, я могу сказать этому компьютеру, чтобы он взял бы очень-очень маленький шаг, двигался бы с очень-очень маленькими шажками и таким образом получить приближенное, но достаточно точное решение для любого дифференциального уравнения. И это, на самом деле, то, как, примерно то, как люди изучают дифференциальное уравнение, сложное дифференциальное уравнение. На практике, ну, вот там, я не знаю, если вам нужно погоду моделировать или еще что-нибудь в этом роде делать, или еще какой-то сложный процесс моделировать, вот у вас есть конкретная система, и вы хотите понять, что у вас там будет через 10 лет с этой системой или через 10 секунд. Вы используете компьютеры для того, чтобы предсказывать эти самые решения. Но в какой-то мере можно было бы сказать, ну, а чего? Раз у нас есть такой замечательный универсальный метод решения любого дифференциального уравнения с помощью компьютера, а компьютеры уже изобрели, то, в общем, может быть, курс на этом можно и заканчивать. Значит, вот все, знаем, как решается. Ну, на самом деле, нет, не стоит заканчивать курс на первой лекции, потому что мы, конечно, можем посчитать приближенные решения конкретного дифференциального уравнения, точнее, даже конкретные, я бы сказал, конкретные задачи каши, то есть вы можете найти одно конкретное решение. Но если вас интересуют какие-то общие свойства, и если вас интересует, например, что будет происходить с решением, когда время будет стремиться к бесконечности, или вас интересует, какие в принципе типы динамики могут существовать, или вас интересуют, допустим, какие решения, вот у вас есть какая-то конкретная система, вас интересует, какие решения там могут быть, а каких решений там не может быть. В общем, для того, чтобы отвечать на такие качественные вопросы, которые не сводятся к тому, что вот нам компьютер дал какое-то приближенное решение, и мы пытаемся его как-то проинтерпретировать. Чтобы отвечать на такие качественные вопросы, нужно знать теорию. То есть если вы хотите чего-то большего, чем какое-то одно приближенное решение или даже десяток приближенных решений, если вы хотите уметь отвечать на какие-то общие вопросы про ваши проценты, то тут нужно знать все, что мы будем проходить про дифференциальные уравнения и, может быть, даже больше. Но тем не менее, всякие компьютерные истории, связанные с дифференциальными уравнениями, я очень люблю, потому что мне кажется, что это просто какое-то чудо, что мы можем написать несколько строчек кода и промоделировать. Ну, я не знаю, то, чем я увлекался в школьные годы было, моделирование поведения спутника. Значит, если вы запускаете какой-то спутник, у вас есть несколько планет, и вот вы смотрите, как он там летает. Ну, вот у нас будет как в какой-то момент, в какой-то домашке похожая задача. Вот, мне кажется, что это фантастика, что можно написать несколько строчек кода, и действительно оно будет показывать вам, как летает спутник. И он действительно так летает. Ну, и всякие разные другие системы тоже можно изучать таким образом с помощью компьютера. Вот, а у нас будут какие-то задачки про то, что нужно будет что-то посчитать на компьютере, мне кажется, это важный навык. Но и много всяких более теоретических задач, которые решаются с помощью ручки и бумажки тоже будут. Вот, есть ли еще какие-нибудь вопросы? Спасибо. 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 Спасибо.